всем привет у нас опять каникулы сегодня первый день и чем же можно заняться в каникулы как не поехать в детский музей поэтому поехали с нами сегодня мы идем в детский музей посмотрим что там есть и сделайте лайки музей удачно расположен возле знаменитого моста golden gate и кстати у нас связана история получения нашей туристической визы сша именно с этим местом и я расскажу ее чуть дальше мы конечно рассчитывали что сегодня не все знают что сегодня музей работает то что он обычно закрыл понедельник и вторник и я очень надеюсь что мы приедем немного тем более уже начало 12 есть дети которые ложатся спать и все уедут но мне пришлось сделать три круга по парковке чтобы найти парковочное место поэтому людей достаточно много вход в музей стоит 19 долларов но для держателей карт медикал есть специальная скидка и вход стоит всего один доллар в музее весело не только детям но и родителям и конечно же случаются инциденты ну серьезно куда без них не учитывая эти инциденты музей сделан полностью для детей но наверное самое классное что родители могут иногда просто выдохнуть и посидеть отдохнуть пока дети сами играют в музее множество локаций тематических помещений поэтому вам на входе обязательно предложат взять карту мы кстати эту локацию нашли совершенно случайно еще в 2019 году при заполнении анкеты на туристическую визу нужно было указать адрес и телефон человека в сша или предполагаемого места посещения соответственно я просто открыла карту и тыкнул пальцем в первый попавшийся детский музей в калифорнии и благополучно забыла об этом но спустя больше чем два года после этого мы не планируя случайно переезжаем в калифорнию и этот музей оказывается недалеко от нашего дома правда до меня дошло это совпадение наверное после раза четвертого посещения в музее детям разрешено практически все ты можешь стать рыбаком капитаном строителем водителем художником ну или как в случае с нашей младшей ты можешь стать боссом молокососом помимо развлечений в этом месте конечно же есть комнаты для кормления и специальная зона для детей ростом до 1 метра мне кажется для многих в этом месте время пролетает реально незаметно ведь тебе действительно становится и самому интересно все попробовать тем более когда у тебя есть отличный предлог что ты не играешь просто помогаешь своему ребенку музей работает в любую погоду и непогоду и практически во все праздники устраивает тематические вечеринки и хотя бы новые локации если едете сан-франциско обязательно берите с собой и шляпу от солнца и кофту потому что я его буквально сняла пять минут назад замерзла как цуцик пришлось сидеть обратно и в принципе у меня у детей вот есть меня сидит в панамке но при этом у меня же сумки есть еще и шапка теплая это сан-франциско детка кто самый внимательный мог заметить что на видео у детей меняется одежда но при этом по этой одежде вы не сможете угадать когда снималось это видео зимой или летом потому что северная часть калифорнии бывает разная и поэтому запаситесь обязательно сменой одеждой кстати папам тоже найдется чем заняться в музее особенно если они пришли с мамой еще кстати наверно классная фишка этого музея то что здесь бесплатная парковка потому что обычно в сан-франциско везде идет парковка платная в сене для платить еще где-то 25 долларов за то что поедешь куда-то отдохнуть с детьми здесь парковка бесплатная плюс классный вид плюс есть зеленый газон есть где погулять то есть музей работает до 4 потом вы можете классно провести время шикарным видом на мост ну и в заключение я надеюсь вы тоже смогли насладиться этим местом вместе с нами подписывайтесь на канал всем хорошего настроения и до новых встреч и и и и